всем привет друзья с вами варочка в этом бою на фоне будет вырезка и стрима поэтому там будет кое-что лишнее чего не должно быть видно в гайде сори так получилось что я случайно удалил этот реплей поэтому пришлось вырезать его из стрима и так тема данного видео очень серьезная для всех игроков у которых процент побед ниже 50 это ошибка встречается даже у сильных игроков но чем ниже процент побед тем эта ошибка встречается все чаще и чаще у игроков ниже 50 процентов эта ошибка мне кажется встречается в каждом бою все очень просто ее можно назвать как ошибку флангов первое и самое начальное с чего можно начать уже ошибаться это с выбора направления если вы играете на медленном танке то вам нельзя ехать на направление где вы будете пересекать открытое незащищенное пространство особенно если она еще и продолжительное вы на нем засветитесь и умрете это минус для команды и для вас самих поэтому это направление сразу нужно откидывать если на нем опасно переезжать но если ваш танк быстрый и там впереди за опасным местом есть хорошая позиция туда можно попробовать поехать а на медленном танке даже нет смысла пробовать это первая ошибка которую многие допускают начинают ездить по открытым полям на жирных медленных танках вторая ошибка которую можно допустить на фланге это ехать на фланг на котором нет союзников в этом бою это очень ярко видно что врагов на фланге много союзников там нет поэтому и нам самим там нечего делать почему потому что нужно расценивать на фланге все танки которые там находятся допустим мы видим у врагов несколько танков а у нас там один и мы представляем в голове если мы вдвоем там будем находиться я и мой союзник мы чего-нибудь там сможем достигнуть против такого количества врагов если у врагов слабые танки и их допустим на один на два больше а у нас два очень сильных танка то мы можем даже попробовать против них сыграть но если у врагов там на фланге есть сильные танки и их еще и больше то уже смысла никакого нету поскольку нас просто задавят поэтому нужно расценивать не только количество танков на фланге на каком-нибудь направлении союзных и вражеских но еще и силу танков есть очень много танков картошки которые очень слабые и их иногда на фланге вообще не стоит расценивать как боевую единицу можно просто его пропустить и все поскольку он может составлять угрозу только если у врагов очень большой перевес по танкам и эта кастрюля которая ничего не может сделать нам в лоб сможет объехать нас и настреливать в борта в тот момент когда мы будем перестреливаться с опасными противниками но это может произойти у одной из команд только если есть большой перевес по количеству танков если танков примерно на фланге одинаковое количество никто так сильно вылазить в наглую атаковать не будет потому что это очень опасно и так если у вражеской команды перевес на фланге либо по количеству танков либо по силе танков мы должны понимать стоит ли на этом фланге драться до конца либо же продать этих союзников для того чтобы уехать самому поскольку если вы кого-то бросаете на фланге вы его уже продаете отдаете ради того чтобы уехать самому иногда вы можете продать ни одного ни двух ни трех а даже целых пятерых союзников на фланге понимаю что они сейчас умрут и сольются но уедете сами иногда нужно расценивать может лучше подраться до конца ради этих союзников потому что вы очень большую часть команды отдаете но иногда лучше уехать потому что там такие союзники на каких-нибудь там убогих танках которых и не жалко но бывают и сильные танки и их уже продавать так просто не хочется это все нужно очень быстро в голове прокручивать об этом думать и понимать у кого преимущество на направлении если у нас у нашей команды преимущество то нам нужно поддавливать направление и реализовывать это преимущество если у врагу преимущество то нам нужно думать стоит ли продавать союзников ради того чтобы уехать или нет Если мы продавили направление, нам нужно думать уже про другой фланг, потому что направлений у картошкиных карт чаще всего просто два, лево и право. Если мы на одном направлении выиграли, либо мы оттуда уехали, потому что у нас там проблемы, нам нужно думать про другое направление, второй фланг. Что там? Нужно для этого смотреть на миникарту. Ехать ли нам туда помогать? Либо ехать вперед в атаку, если мы продавили направление, либо ехать назад, даже если мы выиграли направление. Чаще всего второе направление мы проиграли, поэтому нужно ехать на базу на свою и защищать ее. Наверное вторая ошибка, которая чаще всего встречается в рандоме. Люди после того, как выиграли фланг свой, едут просто вперед, а впереди никого нет. Все враги у нас на базе, потому что они выиграли другое направление и едут тоже вперед. По часовой стрелке все по карте едут, либо против часовой, просто по пустоте. Поэтому нам нужно вернуться на базу и защитить ее. Если же на другом направлении враги не выиграли, то нужно ехать к своим союзникам и помогать. Для этого нужно подумать, как это лучше сделать. Через свою базу по безопасности, но чаще всего это будет дольше. Либо же просто ехать прямо, если это не опасно. Для этого нужно смотреть на карту. В принципе ничего сложного нету, если вы это делаете очень часто. Часто смотрите на карту, расцениваете, кто сильнее на фланге, чья команда побеждает, а чья проигрывает. То со временем вы это будете делать автоматически и не затрачивать никаких усилий для этого. Вы сразу будете видеть, кто сильнее, кто слабее. Какие танки есть смысл расценивать, а какие танки просто мусор. В этом же бою, который вы видите на фоне, я приехал на направление. Там был один союзник, врагов было больше. Поэтому я развернулся, уехал назад. Стал в удобную позицию, чтобы враги не поехали по открытому полю давить нашу базу. Но, поскольку они будут очень долго без укрытия, они забоялись, постояли, постояли и поехали защищать базу. Когда я понял, что враги долго не вылазят и понял, что они поехали назад, я поехал по этому направлению снова в атаку. Потому что на другом фланге у нас все хорошо. Продавил по второму разу это направление, я начал в спину накидывать врагам. И такие бои, как этот, который вы видите на фоне, должно быть у вас подавляющее большинство. Когда вы просто отрабатываете стандартные маневры в бою, набиваете свой средний результат и не сливаетесь в ноль. Но люди в рандоме, наверное, понасмотрятся каких-нибудь стримеров или видосиков на ютубе и думают, что они каждый бой будут по 10 тысяч урона набивать. Большинство боев у вас должны быть вот такими. Обычными, стандартными, со своим средним уроном и результатом. Просто потому, что вы адекватно смотрите на бой и играете на победу на результат, а не просто едете до упора по направлению, а что там будет дальше вообще все равно. Нужно хоть немножко включать мозги и смотреть на карту. Мне очень сильно хочется, чтобы рандом стал хоть чуть-чуть адекватнее. Для этого было бы неплохо, чтобы это видео посмотрело как можно больше людей. Это сделать довольно-таки легко и бесплатно можно. Просто посмотреть это видео до конца. Чем выше средняя продолжительность просмотра видео, тем больше вероятность, что это видео будет предлагаться остальным танкистам на ютубе для просмотра. С вами был Варчик. Играйте красиво. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok